МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Диана Васина. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиции есть, федеральная поддержка будет. Вице-премьер Дмитрий Рогозин обсудил с руководством области и предприятий ОПК перспективы развития отрасли. Детский сад деревни Мойка получит новое здание. В Батецком районе местные жители озвучили главе региона свои проблемы и тут же получили варианты их решения. Комфортная среда никуда не денется. Дождливое лето внесло коррективы, но планы по ремонту дворов в областном центре подрядчики обещают выполнить. В Новгородской области появится структура, занимающаяся оборонно-промышленным комплексом. Ее задачей будет аккумулировать все вопросы, связанные с федеральной финансовой поддержкой отрасли, подготовкой кадров и так далее. Об этом было заявлено сегодня в Старой Руси в ходе рабочего визита вице-премьера страны Дмитрия Рогозина. Подробности сообщит Юлия Бабич. Прежде чем анализировать перспективы и проблемы новгородской оборонки, Дмитрию Рогозину показали, что же она из себя представляет. Первым делом продемонстрировали основной и самый большой корпус 123-го авиационного ремонтного завода. Здесь 500 специалистов ремонтируют самолеты Ил-76. Самолетное производство – полный комплекс всех работ. Своя летная испытательная станция, свой экипаж летчиков-испытателей. Мы из крупных заводов, единственных из ремонтных, сохранили. Однако оборонно-промышленный комплекс нашей области – это не только этот завод, но еще 9 предприятий, выпускающих различные реле, оптико-электронные системы, аэрофотоаппараты. Всего на таких заводах трудятся 8 тысяч человек. Мы занимаемся авионикой, стоим на очень многих бортах. Это Су-25, Су-27, Су-30, Су-34, ЯК-130. Очень много бортов. Нам уже 20 лет, в этом году нам исполняется юбилей. Наш коллектив порядка 300 человек, из них разработчиков порядка 120. Элси два года назад значительно расширил поставки своей продукции. 123-й авиационный ремонтный завод с помощью федеральной программы реконструирует аэродром. Дмитрий Рогозин подчеркнул, впечатление от ОПК области двоякое. Здесь очень мощная традиция, как бы так выразиться, оборонной промышленности и военной науки. Значит, недостатки. Я сказал о том, что двоякое. Абсолютная неграмотность с точки зрения знания того, какие инструменты поддержки уже созданы в правительстве и в профильном министерстве. Ну, то есть никто с людьми здесь не работал. Понимаете? Они здесь как-то сами по себе. То есть то, чего они добились, на самом деле, это не благодаря, а вопреки как бы ситуации. Дмитрий Рогозин и Андрей Никитин пришли к выводу, что в нашем регионе нужна специальная структура, которая займется развитием предприятий, в том числе и оборонно-промышленного комплекса. Задача областного правительства – это быть, по сути, главным лоббистом наших предприятий на всех уровнях, на федеральном уровне, с институтами развития, которые сегодня созданы и успешно работают, и дают какие-то финансовые меры поддержки, только пока что еще не в нашу сторону, а в сторону других субъектов. Поэтому, безусловно, поручение Дмитрия Олеговича будет выполнено. Мы такую структуру обязательно в области создадим. У заводов будут кураторы, качество работы которых будет оцениваться количеством федеральных вливаний в предприятия, займутся в нашей области подготовкой кадров для оборонно-промышленного комплекса. Опять же, предприятие оборонно-промышленного комплекса области не в курсе тех программ образовательных целевой подготовки работников по техническим специальностям. Поэтому мы берем ректора за руку, и остальных коллег, которые отвечают за образование в области, они едут в Москву, встретятся с Федеральным министерством образования и науки, и мы их погрузим в тематику именно программ целевой подготовки работников для оборонных предприятий. Кроме того, Дмитрий Рогозин анонсировал в январе специальную конференцию по новым инструментам поддержки оборонно-промышленного комплекса. Первые приглашенные на нее представители новгородских предприятий. Из Старой Русы Юлия Бабич, Сергей Корнев, Новости, Новгородское областное телевидение. Шестой гражданский форум Новгородской области был посвящен развитию добровольчества и благотворительной деятельности. К диалогу пригласили общественные организации, чиновников, представителей бизнеса. Всего в регионе действует 900 НКО, поисковый отряд «Феникс», «Красный крест», добровольные пожарные дружины, экспедиция «Долина». Все они занимаются решением важных социальных задач. С поиском волонтеров в нашей области проблем не возникает. По статистике, половина жителей региона готовы принимать активное участие в благотворительной деятельности. Вы помогаете людям разного возраста. Бывая очень часто в домах, которые надо, я знаю, какая помощь нам нужна. Я эту помощь вижу, которая идет от вас. Шестой гражданский форум собрал 90 участников. Одним из главных вопросов для третьего сектора остается финансовая поддержка государства. Представителям НКО напомнили, что заявки на получение президентских грантов принимаются в срок до 29 сентября. В первом этапе конкурса приняли участие 29 новгородских некоммерческих организаций из шести районов. По итогам оценки федеральных экспертов, поддержку фонда получили 8 проектов. Общая сумма порядка 15 миллионов рублей. В области подведены итоги благотворительной акции «Готовимся к школе вместе». С начала августа социальные центры собирали помощь нуждающимся семьям, в которых есть школьники. По информации регионального департамента труда и социальной защиты населения, в акции приняли участие как жители, так и предприятия и организации области. Для детей собирали школьные письменные принадлежности, наборы для творчества, одежду, обувь и учебники. Всего было оказано благотворительной помощи на сумму свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Адресную поддержку получили более 2 тысяч школьников. Для будущих первоклассников были также проведены различные праздничные мероприятия. Вопросы развития системы образования стали одними из главных в ходе рабочей поездки Андрея Никитина в Батецкий район. Местные жители попросили главу региона помочь в решении проблем двух детских садиков. Обо всем по порядку. Кристина Абелян. Как и во всех практически районах, жители в первую очередь интересуются состоянием дорог. 18 километров трассы, по которым ежедневно курсируют два школьных автобуса, разбиты. Глава региона «Золотых гор» не обещает, объясняя, что проблему надо решать постепенно и посредством. Тем не менее, как минимум твердое покрытие на следующий год здесь будет. Однако есть среди просьб населения те, что требуют незамедлительного решения. Вопрос первый. Это по бесплатному обеспечению лекарств инвалидам. В частности, касающиеся больной диабетом. Вот сейчас заявки, короче говоря, отдают заведующей аптекой вовремя. Департамент когда обратился, там ответили так. Город обеспечен, область мы постараемся обеспечить. Вот такой был ответ в пятницу. В данный момент у меня пять человек в аптеке ждут. Значит, у меня просьба тогда в оперативном режиме сегодня, пожалуйста, этот вопрос решите, ладно? Чтобы у нас везде эти лекарства были, да? Хорошо? Чтобы завтра они были здесь. Мы 100 миллионов дополнительно закупку лекарств выделили. Вот сейчас действительно они должны. То есть сейчас мы из каких-то резервов все это решим. Тендер должен сейчас пройти. И мы на этот год потребность закроем. Мы уже спокойно начнем в 2018 году. То есть не лезь в авансовый бюджет, а заниматься этим как бы в нормальном режиме. Отдельным блоком прозвучали обращения по дошкольному образованию. В деревне Новая Овсина, например, ребятишки в детском саду питаются, играют и спят, причем на раскладушках, и все в одной комнате. Но в этом случае не доглядели и местные власти. В текущем году из резервного фонда президента на ремонт школ и детсадов выделена крупная сумма. Однако она прошла мимо Батецкого. Здесь просто не подготовили вовремя необходимые проекты. Надо искать эти деньги. Мы с главой, когда будем бюджет планировать, будем искать и, естественно, делать. Потому что если мы проектов не будем, то никогда мы к этому вопросу с вами не приступим. Непростой ситуацией оказалась и в деревне Мойка. Это местечко в последнее время упоминается только в позитивном ключе. Сюда пришел инвестор, который развивает производство и в то же время помогает местным жителям. Но все же есть на что обратить внимание и властям. Молодежь идет в города или в другие места из-за того, что у нас нет садов. Я знаю, что вы знаете, что у нас садов в ужасном состоянии на Мойке. И все-таки я еще хотел бы заразвать на это внимание, потому что молодежь приходит, начинает работать, дети западали, или дети куда-то, не с кем для детей. Садика нет. Это не садика, это не знаю, как это назвать. Чтобы разобраться в ситуации, Андрей Никитин выехал на место сразу после встречи. Здание 60-х годов раньше использовалось как интернат, теперь здесь детский сад. Причем ходит сюда большее количество ребятишек, чем предполагает технический паспорт. Спальных мест, разумеется, не хватает. О спортивном и музыкальном зале не может быть и речи, да еще и полы ледяные. На сегодняшний момент глава региона поручила оперативно оснастить сад инфракрасными светильниками, чтобы согреть помещение. И как вариант расширения площади, сейчас будет рассматриваться возможность пристройки к школе, которая располагается в здании напротив. Из Батецкого района Кристина Абелян, Андрей Константинов. Новости, Новгородское областное телевидение. Проверить количество ремонта дорог с привлечением глав районов. Такую задачу Андрей Никитин поставил перед заместителем губернатора Александром Дроновым во время рабочей встречи. Обсуждались актуальные вопросы в сфере дорожного хозяйства. Напомним, в августе стартовали ремонтные работы сразу на пяти трассах регионального значения, в том числе наиболее важные кресцы Акулов-Коборовичи. В настоящее время подрядными организациями ведутся работы. Это выравнивание методом холодного фрезерования, устройство выравнивающих слоев. Ну и с наступлением благоприятных погодных условий подрядные организации приступят к выполнению работ по устройству верхнего слоя покрытия. Александр Владимирович, я вас прошу лично проконтролировать ход выполнения работы на трассе кресц Акулов-Коборовичи. Вы знаете, что это одна из главных наших артерий, которые связывают Боровичи с Новгородом, с другими регионами. И просьба такая, посмотрите лично, посмотрите, с каким качеством выполняются работы. Помимо прочего, к инспекции дорог должны подключиться и главы Акуловского, Крестецкого и Боровичского районов. Андрей Никитин также поручил заместителю курировать процесс передачи дорожной сети в Мышинском на уровень муниципалитета. Кроме того, Александр Дронов получил распоряжение проконтролировать дорожные работы в Хойнинском районе. Там пока идет ямочный ремонт, но, как отметил Андрей Никитин, ненадлежащего качества. Две трети общего объема работ выполнены в областном центре в рамках проекта по созданию комфортной среды. Дворовые территории преображаются, пусть и не так быстро, как, наверное, хотелось бы. Впрочем, в данном случае есть и объективные факторы. Такого дождливого лета не было давно. Детвора в восторге. Во дворе их дома на Мира-30 Курпус-1 теперь на самом деле есть чем заняться. Уличные тренажеры добавили развлечений к имеющимся в арсенале песочницы, качельки и горкам. Благоустройство этой территории стало возможным благодаря участию собственников в приоритетном проекте по формированию комфортной городской среды. А это уже двор на улице Парковой. Здесь тоже полным ходом идут работы по благоустройству. Жители этого дома решили, что в первую очередь им необходим капитальный ремонт асфальтового покрытия. Собственники помещения определяются сами, что они хотят реализовать на своей дворовой территории. Но, само собой, основываясь на ограничениях, которые будет предусматривать программа непосредственно. Те условия, что будут предложены программы, собственники могут выбирать и определять, что им более интересно. Там ремонт асфальтового покрытия, установка детской игровой площадки, либо парковка, либо освещение. Что им больше понравится, то они и могут определить. Всего в этом году в Великом Новгороде будет отремонтировано и благоустроено 58 дворов. На условиях софинансирования. Собственники должны оплатить 1% от общей стоимости работ, если они входят в обязательный перечень. Это асфальтирование, замена урн и скамеек. На дополнительный перечень, детские игровые комплексы и парковки, жители должны собрать 90%. Изначально срок выполнения работ по всем контрактам был установлен 1 сентября. Но дождливое лето вносит свои коррективы. Ввиду неблагоприятных погодных условий, предполагается, что срок может быть продлен. Поскольку за период с июня по июль более 40 календарных дней были осадки. На основании этого подрядчики не могут исполнять качественные работы. Поэтому им приходится останавливать работу. Принимают работу и проверяют качество управляющие компании, сотрудники городского хозяйства и, конечно, сами жильцы домов. Пока серьезных претензий к качеству не было. На сегодняшний день уже выполнено 65% работ. Алена Сувтина, Владислав Ковалевский, Новости, Новгородское областное телевидение. Из Великого Новгорода заглянем в Старую Руссу. Там вопросы благоустройства сегодня активно обсуждают в одноименной группе ЧП ВКонтакте. Речь идет о памятном доме Беляева. Он входит в список объектов культурного наследия и связан с творчеством Достоевского. Здание находится в аварийном состоянии и сегодня здесь пострадал один из рабочих. Рушан волнует, что на момент ЧП дом совершенно не был огорожен. Сотрудники следкома проводят доследственную проверку. Предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло обрушение фронтона крыши здания. В результате чего пострадал рабочий одной из управляющих компаний. Мужчина доставлен в Старорусскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. С учетом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Владельцы участков возле деревни Хутань Новгородского района жалуются в нашу редакцию на постоянные подтопления. Люди говорят, что готовы даже скинуться на благоустройство, но ждут оргпомощи от местных властей. Те вроде и не отказываются, но считают, что среди самих собственников нет полного единства. Купив земельный участок, семья Михайловых не предполагала, что построенный дом окажется окружен водой. Проблемы начались два года назад. Владельцы одного из зданий засыпали дренажную канаву. К тому же вода здесь никуда не отводится, а в период обильных осадков затапливает жилые участки. Вот еще у нас участок, еще в более таком терпимом состоянии, у нас где-то 3-4 сотки участка затапливается. Далее, участки полностью покрыты водой, многие более чем 30 сантиметров. Там растут камыши, болотная трава и стоит необычайно приятный запах. Чтобы хоть как-то избежать затопления, приходится ежедневно откачивать воду и укреплять периметр. Помогает до первых дождей. Для комплексного решения проблемы необходимы действия властей, считают владельцы земли. Мы не отказываемся помочь администрации. Мы согласны сброситься на трактор, допустим, на какую-то трубу проложить. Мы не против. Мы не взлагаем всю работу на Савинскую администрацию. Чтобы эту проблему снять раз и навсегда, чтобы воды здесь не было. Надо, чтобы кто-то это все организовал на законных основаниях. Решить проблему местные власти обещали давно, но, как считают в администрации района, этому мешают сами же отдельные владельцы и принцип «моя хата с краю». Мы неоднократно собирали людей, собирали крупных риэлторов там. Есть риэлторы, которые готовы были предоставить технику и за свой счет прокопать, сделать водоотведение. Но водоотведение – это некуда вести. Мы упираемся в какой-то частный участок постоянно. И люди говорят, что, ну, простите, плевать мы хотели на своих соседей. У нас все красиво, нас не заливает. Поэтому мы по своему участку пройти не дадим. Организовать очередной сбор собственников земли районные власти обещают в ближайшее время. Но если сами владельцы участков не договорятся друг с другом, вопрос худенских подтоплений останется открытым. В Никольском соборе открылась выставка петербургской художницы Гели Писаревой. Счастье каждого дня под таким названием она объединила свои произведения. Вниманию посетителей предстали не только картины, выполненные маслом, но и скульптуры из дерева. Всего более 60 работ. Где искать вдохновение, Геля поделилась с нашей съемочной группой. Я без музыки не работаю, потому что я люблю классику, я включаю классику и слушаю, и работаю. Основной темой творчества является жизнь русской женщины в деревне. Эта выставка не стала исключением. Живописные сельские виды, тяжелые серые будни. Обо всем этом Геля Писарева повествует в своих картинах. Никогда не думала, понравятся ли кому-нибудь мои работы или нет, рассказывает художница. Всегда писала то, что нравится. Это все на сегодня. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды на среду, 30 августа. А я прощаюсь и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова